всем привет прошло полтора часа лету и мы в Алматы когда мы вошли в здание аэропорта мне пришла эсэмэска что меня ждет водитель из гостиницы поскольку у меня был трансфер я еще будучи дома накануне заказала номер в гостинице и в услуги гостиницы как раз входил трансфер я выбрала недорогую трехзвездочную гостиницу недалеко от ж.д. вокзала 1 алматы номер у нас был двухместный вот вы посмотрите зал с телевизором спальня с телевизором нормальный туалет с душем и самое главное нам каждое утро приносили завтрак причем завтрак входил в стоимость по правилам заселения должно было состояться в два часа но мы приехали очень рано где-то часов в одиннадцать и тем не менее нас заселили предоставили номер мы были очень рады могли сполоснуться и пойти быстренько где-то перекусить уже до вокзала 1 алматы останавливается очень много автобусов на них можно добраться до любой точки города мы поехали в центр в этом городе я раньше бывала с родителями неоднократно потом жила с мужем здесь мы служили в районе первомайки в этом же городе в кафедральном соборе крестили мою дочь то что город я знаю по крайней мере неплохо ориентируясь половина этого дня у нас ушло считай на перелет на обустройство в гостинице а теперь вот после обеда я решила свозить внучку на коктюбе коктюбе в переводе зеленый холм эта гора расположена непосредственной близости от города алматы высота 1130 метров над уровнем моря подняться на коктюбе можно по автомобильной дороге и на канатке мы все-таки решили на канатке внизу под нами находится частный сектор в народе его называют компот потому что улица там называются яблоневая вишневая грушевая ну и другие коктюбе это место отдыха и развлечений для всей семьи для местных жителей и туристов с горы коктюбе открывается самый лучший вид на горы заилийского латао и на саму вот южную столицу алматы здесь можно прокатиться на колесе обозрения сходить в зоопарк тут есть детский городок скалодром аллеи влюбленных даже есть памятники смотрите какие город алматы и расположен у подножья заилийского латау на самом крайнем юго-востоке республики казахстан и имея довольно мягкий климат и очень непростую экологическую ситуацию весной 2004 года после обильных дождей вот на этой горе коктюбе сложилась аварийная ситуация на поверхности горы появились значительные трещины начал сползать грунт начали рушиться строение возникла реальная угроза схода оползня на жилые районы вот расположенные рядом городские власти решили закрыть гору коктюбе и и начали производить работы по укреплению склона и реконструкции строители пробурили и забетонировали 395 скважин глубиной до 24 метров их задача удержать грунт от сползания ну заодно были от реставрированы канатная дорога и смотровые площадки осмотрев имеющие здесь аттракционы внучка уговорила меня покататься на скоростном спуске представляете что сейчас будет ой боже мой на что ж я подписалась боже боже ой внуча ты моя внуча да куда ж ты бабушку посадила боже мой маленькая машинка куда-то несет крутые повороты ой 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 мне кажется я путаю тут педали газ и тормоз боже мой ой 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 когда же это кончится боже мой когда же это кончится ой наконец-то вижу тоннель сказали в тоннеле надо тормозить слава богу здесь уже потихоньку все нормально наконец-то доехали ну а в принципе ничего страшного если я сяду второй раз то я уже не буду бояться но если аттракцион доступен детям с 7 лет то почему бы нет можно еще раз прокатиться самое главное нужно быть морально готовим к скорости ну и не путать газ и тормоз на выходе из аттракциона нам предложили выкупить фотографии оказываться там в тоннеле были установлены камеры и нас фотографировали ну конечно я не стала выкупать этом с выпучеными глазами до лохматые такие нет мне такие фотографии не нужны по периметру мы видим горы это хребет зейлийского латау зейлийского латау это один из крайних северных дуг горной системы тяньшаня этот хребет расположен частично в казахстане и киргизии в китае наивысшая точка пик толгар около пяти тысяч метров на хребте расположен самый крупный ледник его площадь 38 квадратных километров за последние 60 лет ледники сократились на 41 процент вдоволь погуляв по горе как тебе побывав на других аттракционов посмотрев местный мини зоопарк мы решили спуститься в город и погулять уже по улицам алматы спускаясь вниз в город бросаем последний взгляд на гору как тебе на наш аттракцион на которой мы мчались на машинках смотрим вниз на компот я вам рассказывал что это такое и выходим к площади абая по проспекту абая мы прошли дальше на площадь республики ну и прошли насколько возможно нам пешком обойти все ближайшие улицы но у фотоаппаратом села зарядка и я вам не смогу показать фотографии просто их нету но я вот что заметила хочу с вами поделиться в алмате очень сильно развита сеть арыков вдоль всех дорог по обе стороны есть арыки раньше в них всегда была вода арыки создают определенный колорит города и вода освежает воздух города а сейчас мне чаще всего встречались арыки не ухоженные заброшенные забитые мусором грязью утро следующего дня нас уже накормили кашей и к нам приехали гости накануне вечером мне позвонил мой одноклассник и сказал что приедет за нами и мы поедем в город вместе мои одноклассники хаким жан и берег встреча почти через 40 лет а может даже больше уж точно не буду считать мы поехали в парк первого президента казахстана парк этот совсем новый молодой его за начали закладывать где-то в 2001 году официальное открытие состоялось в 2011 году мы видим самую главную достопримечательность этого парка поющий фонтан вернее это даже целый комплекс фонтанов он состоит из пяти чаш водопадов вечером здесь цветная подсветка и проигрывается 6 мелодий чуть дальше в глубине парка установлена декоративная пану казахстан она посвящена 20-летию независимости и была открыта 11 ноября 11 года гранитный памятник выполнен в виде крыльев беркута в центре возвышается скульптура изображающая первого президента казахстана нурсултана назарбаева берег повел нас вперед по аллее хотел показать нам еще одну достопримечательность стояла неимоверная жара и мы с бурщатки перешли на газоны и шли под деревьями прятались в тенечке по дороге мы шли разговаривали вспоминали нашей учебе в школе всех своих одноклассников вспомнили всех учителей вспоминали смешные истории рассказали мне еще одну историю смешную про мою подружку ларису но я когда к ней приехала в ягус и рассказала она все это знала слышите берег ты говорил ей не рассказывать она все знала ну а тем временем вы увидели что мы подошли к альпийской горке на которой установлена ротонда это смотровая площадка с которой видно всю территорию парка и близ лежащих районов ну и мы видим красивые горы за илийского алатао полдня мы провели все вместе вспоминая школьные годы и о том что разбросала нас по свету мир переменился стал другим и лишь по телефону шлем приветы и в одноклассниках сидим да хорошо что есть сайт одноклассники ведь через него хакимжан узнал что я в алмате и позвонил мне ну а сейчас хакимжан везет нас в кафе в кафе мы ели несколько видов шашлыков но фотографировать я уж не стала в кафешке спасибо хакимжан и берег что нашли время со мной встретиться я очень вам благодарна желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия у парка имени 28 гвардейцев панфиловцев мы с ребятами распрощались когда еще свидимся не знаю есть только на сайте одноклассников в парке находится вознесенский кафедральный собор это памятник деревянного зодчества образец сейсмоустойчивости в этом соборе крестили мою дочь нет не не маму вот этой моей внучки а другой моей дочери парк является местом отдыха горожан и туристов на восток от кафедрального собора проходит президентская аллея с теншанскими елями посаженными руками глав государств когда-либо посещавших казахстан в первые годы становления независимости самый главный монумент парка который запечатлел образы героев панфиловцев грудью защищавших москву погуляв по парку мы пошли на пешеходную улицу жбек жалы до революции эта улица называлась торговой в советские времена носила имя максима горького это была самая первая улица в алма-атте которая была замощена камнем в переводе жбек жалы это шелковый путь а в народе ее называют просто арбатом улица жбек жалы является также местом развлечений и отдыха для горожан а еще жбек жалы это уличная галерея искусств железные промо стенды с картинами местных художников радует взгляд круглый год но реально красиво вот посмотрите правда красиво ну а день у нас заканчивается нужно найти где нам покушать взять что-то с собой и идти домой в гостиницу я имею ввиду мой ребенок устал этот день мы решили провести в горах мидео чимбулак приезжая на мидео меня всегда посещает такое тревожное чувство оно вот и сейчас есть я знаю что мидео расположена в очень сейсмические неблагополучном месте на моей памяти в 1973 году в 1977 году произошли крупные сели в Алма-Ате мне было уже 16-20 лет соответственно и я была в состоянии оценить весь трагизм происходящего в это время во время схождения сели были разрушены очень много зданий погибло много людей в описании к видео я дам ссылку на фильм мидео дни ночи мужества посмотрите пожалуйста и почитайте книгу гибель горельника это туристическая база была которая погибла под селью мидео это спортивный высокогорный комплекс который известен по всему миру здесь проводятся соревнования по конькобежному спорту хоккею и фигурному катанию сегодня на мидео не было никаких мероприятий мы походили везде там по заглядывали и решили поехать на чем булак в сезон на чем булак можно подняться на канатке но сейчас канатка не работала была на профилактике поэтому мы поедем на экотокси таком вот дорога на чем булак извилистая все время в гору многие участки затянутые геосеткой георешетки стоят видны следы оползней на многих участках где были оползни так и ничего не проросло нету ни травы ни деревьев вот мы и добрались до чем булака чем булак это горнолыжная база мирового значения чем булак начал строиться где-то примерно сороковых годах в пятьдесят четвертом году появилась первая линия канатной дороги на чем булаке большое разнообразие маршрутов среди которых пологие и мягкие склоны для начинающих длинные трассы для подготовленных лыжников и физ трассы для скоростного спуска есть дикие долины с нетронутым снегом вот экстремальные виражи для профи и специальная трасса для могула но мы приехали конечно не в сезон снега нету никаких соревнований нету ведутся профилактические работы канатные дороги не работают и мы видели там ходят рабочие но по склонам ходит много туристов мы тоже попытались подняться насколько возможно насколько наших сил хватит ну и я так конечно чаще отдыхала внучка у меня более выносливая она дальше на склон туда поднялась вот я правда ей далеко не разрешала одной уходить так чтобы было видно мне ее вот но в принципе мы тут много гуляли наслаждались свежим воздухом вообще красотой красота неимоверная горы мне так нравятся горы на чем вы лаке есть гостиница есть горнолыжная школа прокат и ремонт горнолыжного оборудования магазин спортивных товаров рестораны бары летние площадки детский городок в сезон здесь катаются на ледянках на баллонах устраивает различные развлекательные программы и конкурсы для детей лазая по горам мы немного подустали и решили пойти в кафе посидеть и даже полежать за достарханом мы сделали заказ официант сразу нам дал пароль от вай фая и мы увлеклись гаджетами стали рассылать смски ммске своим родным с видами гор за соседним столом сидела 4 женщины и они разговаривали на иностранном языке но воля-неволе я все равно услышала их разговор и думаю на немецкий язык похоже но как бы вроде не и не немецкий тут другой женщины посматривали на меня я посматривала на них потом смотрю вот среди них есть женщина но похоже ну наша русская мы с ней встретились взглядами и я к ней обратилась по-русски спросила как раз про язык говорю что я слышу вроде бы на немецком разговариваете но это же не немецкий она говорит да мы издание просто говорит я когда-то жила в алмате а сейчас вот привезла подруг сюда ко мне на родину мы немного с ними разговорились они расспрашивали меня как россиянку я им тоже сказала что казахстан моя родина в общем у нас был такой приятный разговор и у нас бывает а женщина переводчик вот такая была история у нас тут ну немножко отдохнув подкрепившись мы решили погулять по улочкам чем булак погуляв по территории мы решили спуститься к остановочке дождаться такси и поехать вниз к медео я решила что когда мы поедем на медео назад то мы выйдем все-таки на плотинке а потом спустимся вниз по лестнице когда-то давно еще восьмидесятых годах я пыталась подняться по знаменитой лестнице медео на плотинку мы тогда еще жили в алмате к нам приехала с украины моя заловка на кристины моей дочери я вам рассказывала когда мы были в парке 28 панфиловцев и вот мы с ней пошли штурмовать эту лестницу но у меня на руках был грудничок и естественно я не смогла осилить эту лестницу я не помню до какого уровня я дошла до 1 или до 2 но я уже была без сил сказала за заловки иди сама вверх а я тут останусь там были лавочки и села с ребенком на руках на лавочку на эту и ждала за ловку когда она спустится назад вот сейчас как раз мы на этой самой плотинки ее построили для защиты города алматы от селевых масс город неоднократно подвергался натиску природной стихии в нормальном режиме работы плотина пропускает через себя воды малой алматинки еще в начале строительства реку пропустили через огромный тоннель затем на этот тоннель легла плотина никаких других водосбросов теле плотины тогда не было 15 июля 1973 года с гор сошло 4 миллиона кубометров селевой массы это грязь камнями и мгновенно закупорили водовод через сутки прошел еще один сель еще один миллион кубометров грязи уровень воды критически повышался город был в опасности в кратчайшее время со всех регионов тогда еще советского союза началась переброска мощных насосов и земснарядов и в кратчайший срок были переброшены через гребень плотины водоводы и за два дня была выполнена такая работа которую можно было успеть только за месяц плотина город жизни сотен тысяч людей были спасены ну а пока я вам это все рассказывала вы видели что мы спустились со знаменитой лестнице на первый уровень и увидели цветной асфальт как нам позже объяснили что накануне здесь был фестиваль красок это когда молодежь ну и может быть и не только молодежь кидают друг друга разноцветными красками и потом вымазанные такие ходят по городу и даже в общественном транспорте ездят мы целый день на ногах и по горам и по лестнице ноги гудят уже но внучка у меня молодец выносливая не капризничала не пикнула слушалась бабушку молодчинка ты моя внученька вот все то что я вам рассказываю я также рассказывала и ей возможно когда-нибудь через несколько лет она тоже сюда приедет может быть уже не одна с мужем с детьми и будет говорить а я здесь уже была с бабушкой ну как бы там ни было но мы уже конечно же устали пора уже спускаться внизу город вот походим еще немного около своей гостиницы там сходим в кафешку возьмем себе что-нибудь в номер и пора уже отдыхать в этот день мы проснулись попозже нам принесли завтрак а к 12 часам нам уже пора выселяться нам был предоставлен трансфер до аэропорта до свидания алматы а мы летим в семей семей семипалатинск и вас тоже приглашаю всем палатинск следующее видео про семей семипалатинск